Всем добрейшего времени суток дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. И сегодня мы будем смотреть на одну из самых топовых материнских плат на B550 чипсете. И имя ей MSI Mac B550 Tomahawk. Ну а перед тем как мы перейдем к обзору этой материнки не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что же давайте начнем. B550 Tomahawk это новая модель самой топовой линейки MSI, которая всегда славилась надежностью и очень сильным функционалом. В этом видео я расскажу вам что нового появилось в плате и параллельно буду сравнивать все обновления с прошлой моделью, чтобы легче было понять за что MSI просит такие деньги. Новая материнская плата на B550 чипсете получила обновленный дизайн и новую систему охлаждения. Если сравнивать эту материнскую плату с предшественником, то в глаза сразу бросаются более агрессивные радиаторы, которые не только стали красивее, но и явно прибавили в размере. А вот чего поубавилось, так это слотов PCI Express X1. В прошлой материнской плате Tomahawk их было на один больше. Но как ни странно это отличное решение, так как именно этот слот закрывала видеокарта и он попросту был не нужен. Изменения также коснулись и разъемов под накопители. Новый Tomahawk имеет 6 слотов работающих напрямую с процессором и 2 слота M2, один из которых работает с процессором, а второй работает через чипсет B550. Напомню, что в предыдущей модели только два слота SATA работали с процессором, а из остальных четырех можно было забыть еще про два, если вы подключали SSD к разъему M2. Теперь же все сделано более по-человечески. А теперь давайте перейдем к панели разъемов, ведь именно там нас ждут самые значимые изменения. B550 Tomahawk получила две сетевые карты. Вы наверное спросите, зачем это надо? И я честно сам не знаю ответа на этот вопрос. Возможно для более удобной работы с двумя локальными сетями. Один разъем получил сетевую карту Realtek 8125B на целых два с половиной гигабита, а второй остался таким же Realtek 8111H на 1 гигабит. Также вместо порта DVI компания MSI решила установить более современный DisplayPort. Так что будьте внимательны, если соберетесь ставить в нее процессор с интегрированной графикой. Чтобы подключить ее к старому доброму DVI вам уже понадобится колхозить переходник. Хочется отметить еще и наличие USB Type-C, как в прошлой модели. В 2020 году это очень актуальное решение. Также звуковая карта в B550 Tomahawk получила оптический разъем и более серьезный аудио чип ALC1200. Тогда как в прошлой модели стоял народный ALC892. Что касается частоты оперативной памяти, то и тут MSI нас порадовало. Максимальная поддерживаемая частота в разгоне составляет 4866 МГц. К примеру, в прошлой модели поддерживалось только 3466 МГц. А если сравнивать это значение с самой бюджетной платой на B550 чипсете, а именно с Gigabyte DS3H, то у нее есть поддержка только 4733 МГц. Выходит, что переплата за топовую мать от компании MSI даст поддержку всего на 133 МГц больше, чем в самой бюджетной материнке. Кстати, на моем канале уже есть обзор этой бюджетной материнской платы на B550 чипсете. Стоит также отметить, что не все слоты PCI-Express новенькой B550 Tomahawk поддерживают версию 4.0. Только главный слот работает в режиме PCI 4.0, а остальные слоты получили поддержку только 3.0. Но в целом остальным слотам и не нужна высокоскоростная шина, так что вполне это было ожидаемо. Что касается фаз питания процессора, то эта плата спокойно вывезет любой процессор Ryzen. Вы можете поставить сюда даже 3900X или 3950X и вы гарантированно ничего не спалите, так как об охлаждении VRM ребята из MSI явно позаботились. Из конкурентов этой платы можно отметить ASUS ROG Strix B550 F Gaming и Gigabyte B550 Aorus Pro. Но на мой взгляд нет никакого смысла переплачивать за ASUS, так как она стоит ощутимо дороже. А видео про Gigabyte я доделаю в скором времени и вы сможете явно понять, что по цене им точно нет равным. Так что MSI Mac B550 Tomahawk можно смело отнести к одной из самых достойных материнских плат на B550 чипсете. Но какая из материнок будет лучше решать только вам, так как у каждого свои требования к материнским платам и соответственно свои предпочтения. Не забудьте написать в комментариях понравилась ли вам новая B550 Tomahawk. Также хочу напомнить, что в моей группе ВК вы можете обратиться ко мне за помощью по части подбора или работы железа. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. Хорошего всем настроения и до скорых встреч!